Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. 1 июля банки снизят ставки по кредитам. Недобровольно, естественно. Дело в том, что банкиры хотели протащить поправку, согласно которой средневзвешенная полная стоимость кредитов учитывалась бы отдельно от госбанков. И все бы получилось, да профильные комитеты ее не пропустили. Поэтому в следующем месяце верхняя планка ставок по потребительским кредитам будет ниже, чем рассчитывали банкиры. Воистину правильно говорил дедушка Ленин про национализацию банков. Похоже, уже давно пора этим заняться. В Госдуму внесен проект закона, согласно которому снизится число плановых проверок малого бизнеса. В частности, законопроект предполагает введение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрета на проведение плановых проверок в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса. В правительстве считают, что это поможет сократить число плановых проверок и будет способствовать формированию благоприятных условий для развития малого предпринимательства в России. Еще бы налогами не душили, вообще бы славно было. Безвизовый режим для туристов из 45 стран, включая Россию, ввели власти Индонезии. Указ был подписан президентом страны 9 июня. До этого времени российские туристы оформляли визу без особенных проблем. Ее можно было оформить в аэропорту прибытия, заплатив 35 долларов и после этого находиться в стране до одного месяца. Так что поток туристов из России вряд ли увеличится. А вообще Индонезия в первом квартале стала одним из лидеров по падению российского турпотока. Спад составил 94%. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1650 пунктов. Аутсайдеры – НЛМК, НЛРоссия, Башнефть, Лукоил, группа Пик и Мечел. Среди лидеров роста – Полюс Золото, Новотек, ТМК, Префас, Ургут, Нефтегаза, Уралкалий и аптечная сеть 36,6. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские и европейские индексы завершили день снижением на опасениях относительно дефолта Греции. Опасения подогреваются прерванными в четверг переговорами МВФ с Грецией из-за серьезных разногласий. Под давлением на фоне провала греческих переговоров открылись и торговые площадки Азии. Сегодня в центре внимания российских инвесторов будет решение по ключевой ставке от Центробанка России. Курс доллара на 15 июня – 54,52 рубля, курс евро – 61,47 рубля. Золото стоит 2069 рублей за грамм, серебро стоит 27,82 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 64,63 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.